сколько тебе идет прекрасно тем временем посмотри забанен был еще со стороны риксов ринектон и фиора баня со стороны краукраут начинается начинаются пики города забирают для себя камилу лулу рикс отвечают сэнной и галя разбили вот это вот тандем галя и камилы но вполне возможно что здесь вот как раз подо мной команды которая пикает сможет для себя выбрать какого-нибудь джарвана на лесную позицию если конечно они захотят олов клуб очень хорошая связочка будет взрывной урон олафа так сказать вот его способность к невосприимчивости всяким контролем с помощью лулу он будет жить еще дольше больше и прекрасней пока что очень-очень интересные пики банится кстати еще от риксов кайса не хотят они видят пока что по пикам не больше нравится пик рикджи почему у них хороший контроль со стороны галю корки довольно-таки камиле довольно таки проблематично поймать то есть она даже когда ставит на него свой ультимейт если у него есть пакет он все равно успевает кое-какое расстояние пролететь и в целом занять более выгодную позицию и весь состав сможет отыграть пока мили связка лулу олов очень интересненькая но самое важное сейчас взять какого-то какую-нибудь диану потому что все-таки половина состава больше на ближний бой ориентирована и тут просто нужен дополнительный контроль да там есть галю и своему тимой там может на дать щитков резистов своей команде чтобы поглотить урон от диана но самое важное это то что диана очень хорошую стяжку дает самое важное что диана отдыхает благодаря александр читают читают они понимают что против дианы они не хотят играть и посмотрим а что остается у нас у команды крауд крауд ее и чем они смогут нас удивить добирается еще корки в банах появляется стороны ксов кайса и вот это вот диана про которую сейчас ты нам рассказывал крауды забирают в мощь ног си ног сеансов сегодня не будет вот и собственно в бан тоже откатывается лисин пантеона берут для себя рикс и знаешь ты знаешь тут даже сигнатурно забанили почти всех метовых саллайнеров грагас бане фиора баннере никто на ривен тоже в бане пантеона тоже на топ скорее всего рик джи джи пикают и посмотрим посмотрим какого же топпера у нас возьмем крауд крауд будет ли это гарен или может какой-нибудь другой пик можно будет возможно будет ариана но я бы взял ари на самом деле тут два выбора либо ариана либо арии но сейчас мы глянем что ребята выбрали так сказать персональный компетити в сборке они очень гибки какой-то степени поэтому ребята могут себе позволь него дня кроу крауд вороны против рикс уже стартует пошел отсчет ребята побежали а мы с тобой продолжаем анализировать начинается у нас первая игра в бо 3 крауд крауд против рикс джи крауд крауд занимает у нас синюю сторону рикс занимает красную сторону ну а пока что можно еще немножечко выдохнуть дорогие дамы и господа никаких файтов не предвидится никаких ингейджей корки зашел только вражеский лес и поставил такой вот аккуратненький красный вардик чтобы контролировать вражеского лесника смотри даже полин ротация интересность стороны олафа он начинает не с красного как обычно а начал именно с големов будет ли это быстрый забор красного потом на синего не знаю ты как думаешь всякое может быть так как лес не самая моя приоритетная линия поэтому не будет очень любопытно глянуть как здесь что происходит он смотри на верхней линии пантеон олива оливка наша незабвенная взял второй левел пораньше чем флопс то есть она рассказал флопсу за жизнь чуть-чуть слегка ему пришлось поесть медовых плодов но это не страшно вот эти вот стартовые трейды на раннем втором на раннем третьем может быть даже это хорошая вещь если ваш чемпион позволяет это сделать если вы видите что у вас есть такое преимущество обязательно его используйте заставляйте своих врагов немножко напрягаться надо совершенно право полин и стоит заметить что флопс на камелем допустил все-таки грубейшую ошибочку на топе он дал апнуть понтона первым вторую рай но смотри как реабилитировался и оформлять первую кровь вау а ты только начинал на него ругаться флопс делать ошибся 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 полина ошибся но исправился но тем временем крабы ты у нас появились и тут скорее всего будет какая-нибудь новая кровь пока что я не вижу что крауды очень сильно хотят заспиться за этого краба в то же время как рейс gg сейчас полном составе четырех человек возможно пойдут на верхнего краба там и пантеон уже с базы прибежал и убежать принципе до файта будет недалеко камела только-только сортанула естественно никаких репортов на этом уровне еще нету поэтому выгодно выгодно разменяют ну как невыгодно размер выгодное приобретение для себя сделают рикс игры у краудза 2 краба тоже сражаться не будут все такими с позиции находится их команда здесь роз может получить очередь флэш прям выбивает из него флэш мне кажется тут прям читаемо было что галю через флэш даст этот рот очень хорошо попытались наказать но из реалий спас все-таки барьер пантеон пятого уровня ловят ловит жарвана будет ли какой-нибудь продолжение нет пока что пока что разбежались потому что есть информация что корки запушил линию и уже вернулся к ним хорошие хорошее ребята в данный момент то что мы наблюдаем ребята просто грызается друг на друга смотрят так сказать лимиты позволенного на насколько глубоко позволят зайти в вражеский лес либо насколько глубоко можно зайти вот например как рост до подвышку вражескую что можно сделать то есть фактически тестит лимиты да где кого накажет вот с флопсом у оливы не получилось это здесь лимиты то есть флопс его сразу же и наказал собственно олива больше так агрессивно лезть не будет будет лезть уже с помощью своего лесника скорее всего либо с помощью своих тиммейтов кто придет к нему на верхнюю линию придут скоро потому что появляется ну скоро у нас появится порой как много герой много урона залетает баттоном но мне кажется и гнается стороны камилы был все-таки лишним тут либо доигрываешь ли либо отпускаешь и не нажимаешь это гнать поторопился флопс перенервничал немножечко но учитывая то что он взял первую кровь нервы его сделан держать может я уверен он еще покажет мастер-класс в игре не думаю что всякие вот эти вот умения да как экзосты и гнаиты и барьеры то есть их нужно так сказать оставлять на лучшие времена они довольно быстро откатываются флопсу ничего не мешало его его нажать в любом случае панта он уже проиграл то есть он вынужден вот ходить нужно был бэкаться собственно камилы было больше опций самое обидное ты в такой момент ты не прожимаешь и гнает и собственно чемпион не умирает это самое обидное а так не нужно жалеть сути сам не принимает решение к роду все-таки не участвовать в драке на в на драконе но совершает очень поздний тайминг и сюда еще и вся вражеская команда может подойти и скорее всего будет полноценная драка за героя либо они его отдают немножечко проиграли сейчас по таймингам к роду и посмотрим как они смогут реабилитироваться из этой ситуации все-таки два главный туз в рукаве виде дополнительной голды в качестве 1 крови по вышке уже предоставили до своей команды до внизу ариана бьет у нас вышечку но одна она не в состоянии будет снять full hp краудам нужно время нужно довольно хотя бы минут 10 точно 10-15 для того чтобы появились первые предметы хотя бы у роза собственно у арианы той же самой вот у риксов больше опций для драк у них больше урона в данный момент собственно поэтому крауды не лезут не лезут чтобы не увеличивать так сказать различия по золоту не проигрывать и зря не умирать они пытаются играть аккуратно при их смотри смотри очень сильно вгрызаются риксы в эту вышку ариана попробовала задефать но мне кажется совершенно чуточку пораньше надо было тиммейт сдавать полный дамаг крипов чтобы хотя бы отдать времени своей команде подойти тем временем убирает у нас камила 1 на 1 против пантоона видишь перекладил и дима флопса немножко растерялся он пантоон собрал уже себе черную секиру и не оставил никаких шансов камиле в этом противостоянии и убивают ее донки спокойно месть произошла на сейчас на верхней линии ну и посмотри у пантоона сейчас довольно неплохая сумма в кармане которую не естественно потратить на предметах отрыв по золоту не бы сказала минимальный пока что это даже отрывом назвать нельзя первый дракон до ушел для риксов собственно герой тоже ушел в копилку в зависимости того как они его применят они либо увеличат свой отрыв увеличит золото которые не смогут получить либо произвести какая-нибудь фатальная ошибка флопс почти училась на последней секунде уже ничего не работает к сожалению не остановить те кто возвращается домой вот поэтому сейчас нужно будет писать от геройда забирать в общем дальше просто разгонять все что ну а плавит пантоона сразу вдвоем и будет полностью дэмэдж по нему наносить стоит сунта камилы но летит ульта сены не успевает долететь галю прилетает очень поздно тем временем и ариану также ловят на нижней линии убивает это же происходит такой у нас разменчик но мне кажется режимы сейчас заберут этот красный вверх рауды уже не забирает они будут сейчас создавать давление на страну линию где сейчас пока что стоит только один лишь из реаль и вот не решили они бедная риана ушла со средней линии вниз просто на сайт линию чтобы найти хоть каких-то крипов для себя и своих предметов герой выпускается на среднюю линию делает вам остается три сотни хп у вышки вышка падает об продолжается подлетает камилы и теперь рикс и немножко в численном меньшинстве но здесь есть еще пантеон он один пятерых там сейчас может очень сильно застрять слушай хорошо разменялись не разменялись вообще ребята немножко друг друга пока но не забывай что еще галю подходит и у него есть скачок и можно как ему через скачок было доиграть но они тоже не хотят рисковать и лежит же не хочет рисковать все таки сейчас такая напряженная игра ребята грубо говоря практически дышит друг другу в затылок и любая ошибка может быть фатальным поэтому никто не будет наседать супер мега красиво тем более укорки посмотреть пакеты пакеты скорее всего хранятся для дракона либо для геройда в зависимости того куда кто пойдет но первый дракон уже появляется у нас через 23 секунды полин и в принципе возможно правда дадут еще один объект да 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 так ультимейт от камилы сразу ульта сены ставится щит прилетает ульта это из реалии сразу же добивает этого понтона не оставляет никаких шансов и возможно краудей сейчас захотят подраться за объект или возможно хотя бы разменять этот объект на вышку все таки даже учитывая то что они убили понтона не дает полной гарантии забирать этот объект и вступать 5 на 4 потому что всегда противник может дотянуть для того что в итоге прилетит понтон на ультимейте и крауды начнут нести очень тяжелые потери говорится ворон птица простая но клюется больно тем временем тем временем сразу же игровка идет по олафа ультимейта у него нету и они знали об этом мы сразу же наказали хорошая стяжка от арианы по троим но продолжать некому вот о чем я говорил слишком много контроля пока что состава рейджи и не дают не дают они просто так по фармите ариане не дадут не дают просто так по фармить из реалий ведь это все-таки главные так скажем дэмэдж дилеры своей команды на ты прав данный момент ариан стяжка рядная она больше как контроль нежели как урон вот и если некому продолжает да то это просто контроль и толку от него не так уж и много тем временем второго дракона для себя оформляет рикс есть еще герой тоже кстати опять жарвана буду дальше продавливать все что сейчас нужно краупрадом просто немножко потянуть время до своих предметов точнее до предметов ушки море до предметов роза получится у них это или нет зависит от степени наглости риксов насколько нагло не полезно да наглость это их первый конек при условии такого пика это и жарван можете слыша и ультимейта залетать панта он может слыша также странчик такой донки долгие накину и главное чтобы это все конечно волопа не прилетела потому что он сразу же убежит но и я думаю да я смотрю просто на предметы да и понимаю что сейчас конечно будут со всех своих умений выдавать просто тонны урона тонны танковать и задача для краудов выглядит не то чтобы считаешь полин стоили собирать олафу именно ветер смерти первым предметом потому что насколько я понимаю ветер смерти дает тебе такой посевку что некоторый урон переводится так скажем в мини игнайт но мне кажется перчаточка высмотрелась просто идеально потому что она давала бы ему очень большой щит так как по нему идет фокус это позволял бы ему пожить немножечко чуточку на секунду на 2 подольше возможно нанести лишний урон своим чистым уроном тем временем смотри давит у нас вышку но совсем не учитывая того чтоб не могут сразу стягиваться галевый понтон и скорее всего паттику сейчас буду играть флопсу остается только убегать подождем подождем чем это все закончится может быть просто выбил кнопка может быть продолжать до доиграли выбили флэш теперь у команды лишь же полностью развязанные руки улов не может залететь но ловит очень хорошо поделился рост шики море но здесь вовремя походу ран 4 добивает донки спокойно из реаля выдыхает 3g прилетает еще понтон со своей ультимейта и пока что я вижу хорошую отличную реализацию пика со стороны речь же они ловят они файтят у них преимущество не не дает своим соперникам не шанса в этой игре да ты абсолютно прав несмотря на то что пик раудок не очень сильно здесь флопс тоже решил поиграть под лулу до последнего джарван погибает хорошо но все-таки не такой танковый как же много мага горки к сожалению очень много урона получать несмотря на что забирает джарвана да то есть почему так всегда не вовремя никого нет рядом что продал что ирон голева выиграет слыша но ариана сразу ходит стазис флэш и может быть сейчас будет какая-нибудь камбэчная минуса флэшу пантуона будет ли улов как-нибудь доигрывать нет паша у нее нет и вот как раз таки вот этот выбитый флэш тогда на нижней линии сейчас вы очень сильно за решал поминь помните вальгале напомнить а вот не улова а роза слава уши на смотря грызать скроу краудни все потеряно так сказать есть еще пор пороха вниз а несмотря на то что да не было плаша у анти но все-таки ярости рагнарёка делать свое дело потихонечку потихонечку помаленечку отгрызает золото все таки у рексов чуть-чуть на камбайкаются естественно сейчас будут объекты барон будет еще один дракон и вот где про крауд при правильно дать поражать и своих кнопок могут все-таки показать результаты могут развернуть игру уже в свою пользу главное не подставиться нигде сейчас случайно не погибнуть но я думаю это первую очередь стоит очень сильно к родам думать оппозиционки своей анализировать сейчас на где сейчас могут стать вражеские варды расставить хорошо свои варды чтобы при этом их не счистили такие знаешь непредсказуемые может возможно очень глубокие варды и я очень ясно замечал что непредсказуемый варда варды заходит гораздо лучше чем просто то что ты подошел кинул в арт кустик и думаешь хоть да этого в принципе хватит а в итоге с лупой проходит и все щиткаю 1 инициациями на суд у ложки сразу же минус рагнарёк у олафа хорошая ульта последний сразу по четверым заходит потом могу галю поторопился со своим ультом но это скорее всего уже на уверочку было и вот не дали вы фармить кор чемпионом состава крауд крауд состав рейджи полностью грамотно и красиво реализовали свой пик ну и это скорее всего уже отдана игра потому что с таким преимуществом рейджи отдавать игру точно не намерены и скорее всего даже сейчас учитывая насколько долгие таймер смерти просто оформляют для себя в этой серии 1 0 ну что ж наше поздравление команды рейджи джи ничего страшного крауд все только начинается еще впереди вас ждет вторая игра но тем не менее пока что лидеры сегодняшнего вечера у нас эта команда рик хорошо сыграть красиво